Здравствуйте! Ровно 135 лет назад немецкий микробиолог Роберт Кох выявил бактерию, вызывающую туберкулез. О борьбе с этим заболеванием будем говорить сегодня. Присоединяйтесь! Александр Сергеевич Ширяев, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. Родился в 1976 году в Бресте. Трудовую деятельность начал в 1999 году после окончания Гомельского государственного медицинского института врачом-стажером-отоларингологом Гомельской областной больницы. В 2005 году закончил Гомельский торгово-экономический университет потребительской кооперации, а спустя 5 лет Академия управления при президенте Республики Беларусь. В областную туберкулезную больницу пришел на должность врача-отоларинголога в 2000 году. В 2009 назначен заместителем по медицинской части, а в 2011 главным врачом больницы. Активно участвует в общественной жизни, является депутатом городского совета депутатов 27-го созыва. На вопросы, которые касаются деятельности областной туберкулезной клинической больницы, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И прежде чем мы начнем разговор о туберкулезе, хотела бы спросить, что определило ваш путь в медицину? Почему вы для себя выбрали именно такую профессию? Я думаю, что это, наверное, все-таки призвание. И когда я заканчивал школу, я уже четко для себя решил, что буду врачом. Тем более и родители мои этого очень хотели. Поэтому я и поступал уже непосредственно после окончания нашей школы в городе Речице, где учился, в Гомельском государственном медицинском институте. Ну и не жалею на секунду не об этом, потому что я считаю, что на сегодняшний день, невзирая ни на что, профессия врача, она востребована, она очень ценима. И я горжусь тем, что я являюсь врачом. Профессия фтизиатра одна из самых, как мне кажется, сложных, и при этом она такая совершенно некоммерческая, потому что, ну, таков контингент больных. А в то же время риск заразиться очень высок. Вот на самом деле, насколько это опасно для врача, фтизиатрия? Я начну с того, что врач – это тот же живой человек. И у врача, как и у любого человека, есть, конечно, какие-то и в жизни бывают отрицательные, положительные моменты. Он тоже переживает. И, конечно, когда он приходит на работу и имеет непосредственный контакт с туберкулезными больными, это его основная профессиональная деятельность. Конечно, он может и иметь профессиональный риск заражения. Почему? Потому что он непосредственно, ежедневно имеет тесный контакт с туберкулезными пациентами. В частности, в нашем учреждении эти пациенты являются еще и бактериовыделителями. Поэтому, конечно, риск заражения, он возрастает в 4-5 раз, чем риск заразиться у обычного человека. Ну и, естественно, конечно, я уже повторяюсь, это, опять же, обычный банальный человек, который имеет, опять же, какие-то проблемы свои и переживания. Поэтому это тоже может, скажем так, давать дополнительную нагрузку при заражении туберкулезом. Вот реально в случае в больнице бывали такие? Ну, вы знаете, они бывали, они есть и будут, но их становится все меньше и меньше. В прошлом году, например, в 2016 году у нас таких случаев не было. Именно во врачебной специальности. Но встречаются случаи, когда заболевает средний медперсонал, прочий персонал. Героические люди, на самом деле, которые у вас работают? На самом деле героические люди. Я считаю, это сильные люди, прежде всего, потому что в борьбе с туберкулезом побеждает сильнейший. Поэтому нужно быть, прежде всего, сильным. А учитывая, что у нас практически большая половина – это женщины, ну, они, я думаю, что благодаря такому сильному коллективу у нас есть такие вот результаты, хорошие. Ну, об этом мы еще чуть позже поговорим. А пока, конечно же, здоровья вам. Здоровья вам, дорогие врачи. Берегите себя, потому что вы своим семьям тоже очень нужны. Туберкулез – одна из старейших известных человечеству болезней. И в те времена, и даже еще во времена Роберта Коха, человек, заболевший, как правило, был обречен. Ну, редко кому при хороших обстоятельствах, хорошем лечении, климате удавалось выздороветь. Какова ситуация сегодня? Какой прогноз? Ну, на сегодняшний день я могу сказать, что все проводимые мировые… Я начну в целом по республике и потом озвучу некоторые цифры мировой статистики. На сегодняшний день в Республике Беларусь те мероприятия по организации противотуберкулезной работы, ну, за последние 10 лет привели к тому, что мы значительно снизили как заболеваемость, практически процентов на 35, и больше, чем в два раза снизила смертность от туберкулеза. Наши все противотуберкулезные мероприятия высоко оценила Всемирная организация здравоохранения, и те мониторинговые выезды в Гомельскую область непосредственно в Республику Беларусь этому подтверждение. В целом же мировая статистика говорит о том, что на сегодняшний день туберкулез – это то заболевание, которое представляет действительно определенные трудности, это заболевание, о котором нельзя говорить, что оно исчезающее, это все миф, оно существует. Более 2 миллиардов человек на сегодняшний день инфицированы туберкулезной инфекцией, и скажу вам откровенно, что это, конечно, цифра настораживает. И смертность, вот, например, за 2015 год, у нас есть такие данные, ориентировочные, оценочные данные, заразилось порядка 10,5 миллионов человек, в том числе из них 1 миллион детей, и умерло более миллиона людей от туберкулеза. Вот, поэтому эта инфекция, она актуальна. Что же касается Республики Беларусь, на сегодняшний день Республика Беларусь в постсоветском пространстве занимает лидирующие позиции по темпам снижения, как заболеваемости, так и смертности, оставив позади и Российскую Федерацию, и Украину, и Молдавию, и Узбекистан, и Таджикистан. Ну, еще есть такая цифра интересная, что 60% всех умерших и вообще всех случаев туберкулеза приходится на такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Нигерия, страны Южной Африки. То есть, вот такая вот мировая статистика. Что же касается прогноза, то есть на сегодня Всемирная организация здравоохранения приняла такую амбициозную программу по окончательной победе над туберкулезом. То есть, эта программа предусматривает собой комплекс мероприятий до 2020-25 года с целью, скажем так, предположить конец эпидемии туберкулеза. Стопроцентная выздоравливаемость? Возможно? Да, я могу сказать с ответственностью, что можно вылечиться, да, 100%. Александр Сергеевич, у нас есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вам звонит жительница города Гомеля Смирнова Татьяна. Скажите, пожалуйста, как у нас среди местных жителей большой процент заболеваемости с туберкулезом, палочкой к уху или нет? Или это больше какие приезжие у нас люди этим заражены? Скажите, пожалуйста, вот эту ситуацию. Спасибо большое. Вопрос, на самом деле, актуальный для стран, где большое количество мигрантов прибывает из развивающихся стран. Для нас болеют местные населения? Для нас, да, у нас, скажу откровенно, болеют в том числе и местные населения, да. Процент заболевших среди местного населения у нас более высокий, чем те, кто приехал сюда, на территорию. Заболевания коварные, принимают разные формы и виды. Скажите, пожалуйста, какие наиболее часто встречающиеся, какие наиболее опасные? Ну, действительно, туберкулез – это коварное заболевание, оно может поражать любой орган, абсолютно любой орган. Наиболее часто встречается, конечно, это туберкулез легких. И, значит, в 93-94%, вернее, это туберкулез органов дыхания. А среди туберкулеза органов дыхания – это туберкулез легких, конечно. Вот, это основная форма. Значит, туберкулез бывает с распадом легочной ткани и без распада. Он бывает туберкулез с выделением туберкулезной палочки в окружающую среду, в воздух и без выделения. Также среди других форм туберкулеза в 6-7% случаев встречается этот туберкулез в нелегочной. Чаще всего поражаются это костно-суставной. Костно-суставной наш отдел – это кости, это позвоночник. И еще можно выделить две отдельные формы – это лекарственно-чувствительный туберкулез или лекарственно-восприимчивый туберкулез к тем основным противотуберкулезным препаратам. Ну и лекарственно-устойчивый. На сегодняшний день очень актуальная форма туберкулеза и очень проблемная для нашей области. Ну вот и благодаря такому разнообразию заболевание довольно тяжелое для диагностики. Насколько хорошо налажена выявляемость на первичном этапе? Как Вы оцениваете? Потому что к Вам все-таки попадают уже не впервые обратившиеся к врачу люди. На сегодняшний день у нас достаточно высокий процент выявляемости всеми методами. И один из самых распространенных методов выявления туберкулеза – это, конечно, рентген флюорографический. И вот можно даже озвучить такую цифру, что при профилактических осмотрах среди всех выявленных 73% болезни органов дыхания именно при рентген-флюорографическом обследовании. А боитесь ли Вы заболеть туберкулезом? С таким вопросом к гамильчанам обратились наши корреспонденты. Давайте послушаем ответы. Заболеть в любой момент Вы можете просто... Вы же не на луне живете. Сообщайтесь с людьми. Вы же не знаете, какого человека. Естественно, что от него может перейти к Вам. Такие проблемы, надо будет потом лечиться. Для того, чтобы туберкулез как-то более-менее держать, наверное, в соответствии с питанием, чтобы было. Ну, а денег, естественно, на это не всегда хватает. Но профилактикой мы занимаемся, и руки мы обрабатываем, и стараемся в общественных транспортах не находиться, а больше на свежем воздухе быть. И кушать больше. Питание здоровое. И здоровый образ жизни. Очень боюсь. В троллейбусе есть, кто-то кашляет, еду, я закрываю сразу вот так. Вот. Потому что сплошь и рядом туберкулез. Боюсь. А где можно заболеть? Ну, от... Наверное, находясь в больнице. От больных людей, которые вышли из тюрьмы. Много, которые курят. Ну, у меня первые, собственно говоря, уже признаки есть. А что? Нет, не боюсь. Я там уже лежал. Не нашли палочки Коха. Пока. Есть люди, которые, ну, бессовестные, они не могут пройти обследование в тех рамках, в которых нужно это делать. И могут тоже возражать. У меня у знакомой был случай, она на работе зародилась открытой формой туберкулеза. Да, конечно, боимся. Все боятся, наверное, мне. Как я думаю. Конечно, это же смертельное заболевание, можно сказать. Ну, очень-очень страшно, правда. Каждый человек боится заболеть туберкулезом. Это же самая страшная болезнь в наше время. Вот. Поэтому желаю всем горожанам Гомеля не болеть, беречь свое здоровье, здоровый образ жизни вести, заниматься физкультурой. Заболеть такой страшной болезнью, наверное, боится каждый человек. Хотя сейчас я слышала, что, ну, в общем, проблемы как таковой не составляет это заболевание такое. Оно, в общем-то, стало менее и менее распространенным, потому что и прививки, и постоянный контроль со стороны медиков. То есть прохождение флюорографии элементарное. Я, например, педагог, поэтому мы каждый год проходим флюорографию. Это у нас как специальное медицинское обследование. Поэтому, конечно, заболеть такой болезнью я очень боюсь. Поэтому все делаю, все профилактические меры соблюдаю для того, чтобы этого не случилось. Бояться не нужно. Нужно обладать информацией и заботиться о своем здоровье. Александр Сергеевич, ну вот если треть населения Земли инфицирована туберкулезной палочкой, то в каких обстоятельствах она активизируется и люди заболевают? Да, это интересно. Вот вы задали такой вопрос. И можно я немножко хочу поблагодарить наших гомельчан. Мне очень понравились их ответы. В плане чего? Я думаю, что, конечно, они это говорили без подготовки, но видно, они эту проблему знают. Они знают, они озвучивали, что нужно быть больше на свежем воздухе. Это одна из мер профилактики, в частности, по инфицированию и в дальнейшем заболеванию туберкулезом. По поводу, видите, того, что проблема это уже не такая, скажем так, серьезная, как была раньше. То есть это говорит даже о том, что наши те мероприятия профилактические, мероприятия работы и в том числе и с населением, и просветительская работа, она имеет свое значение. Что же касается, какие обстоятельства, ну я вам скажу так, что в основном, конечно, заболеть туберкулезом, инфицироваться можно, конечно, при контакте с больным человеком. Конечно, это люди, которые чаще всего болеют. Это люди, ведущие и асоциальный образ жизни, это и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманы, лица, живущие за чертой бедности, относящиеся к группам, значит, повышенного риска заболеваемости по туберкулезам. Но я вам скажу так, что туберкулезной палочке ей вообще все равно, кто перед тобой. Или ты преуспевающий бизнесмен, или ты знаменитость, или, наверное, может быть, опустившийся человек. Бесспорно, больше шансов заболеть у тех, у кого есть проблемы с иммунитетом и имеющим хронические какие-то заболевания, которые, опять же, сказываются на состоянии твоего иммунитета. Потому что туберкулез – это иммунодефицитное состояние. Оно развивается тогда, когда есть в организме элемент иммунодефицита. И материальные блага, которые там тоже были озвучены, они сами по себе тоже не являются гарантией от туберкулеза, вот как и прочим от других заболеваний. Да. Ну а на самом деле, насколько остра проблема, сколько человек сегодня состоит на учете у вас? На сегодняшний день в Гомельской области состоит, я назову цифру, где-то 1369 пациентов со всеми формами туберкулеза. Если сравнить, например, что было 10 лет назад, то в 2006 году таких пациентов было порядка 2,5 тысяч. То есть, сам по себе количество и уже активных лиц с туберкулезом их значительно меньше. То есть, соответственно, и вот эта вот ситуация, она улучшается. Вообще, насколько велика опасность, вот, как в тех случаях, о которых говорили наши гомельчане, заразиться, ну, предположим, в троллейбусе, если рядом кто-то кашляет или на работе? Вероятность заражения, конечно, имеется, ее нельзя исключить, но она не такая высокая, как, например, находясь в той же больнице. Дело в том, что тут смысл какой? Мы заболеваем туберкулезом, когда дышим одним и тем же воздухом с тем пациентом, который выделяет в окружающую среду туберкулезную палочку. И для инфицирования в основном нужны три условия. Прежде всего, это длительное нахождение в одном помещении с пациентом с туберкулезом. Дальше массивность выделения, то есть, скажем так, количество или концентрация возбудителя. Ну и, опять же, восприимчивость своего организма и состояние иммунитета. Поэтому, тем не менее, можно, проехав в общественном транспорте, при несоблюдении этикета кашля теми людьми, которые там едут, можно, в принципе, инфицироваться можно. Ну, есть определенный контингент людей, которые уже о чем меньше всего думают, так это о соблюдении этикета. О соблюдении этикета. Своей жизни. Они должны думать о том, что если ты в окружающую среду выделяешь во время кашля мокроту и кашля, что надо как-то подумать о том, что все-таки надо поберечь людей. А сколько выживает бацилла? Вообще, туберкулезная палочка, она достаточно устойчивая. Ей природой дано, чтобы быть устойчивой, и силы у нее для этого есть. Но вот, как сегодня гомельчане озвучивали, свежий воздух, это, скажем так, она не так хорошо переносит. Туберкулезная палочка плохо переносит солнечный свет. Если, например, облучить солнечным светом культуру микобактерии, то в течение где-то нескольких часов она погибнет. Очень губительно на нее действуют, конечно, ультрафиолетовые облучения. Она в течение минут погибает. И кипячение тоже действует. Но, значит, вообще, с целью профилактики, опять же, заражение, помещение, надо проветривать. Сквозняк для туберкулезной палочки – это тоже элемент профилактики. Вентилировать воздух как можно чаще. Вакцина БЦЖ, которую мы все получили еще в роддоме первый раз, насколько эффективна? Вакцина БЦЖ, которую мы получаем в роддоме, это на сегодняшний день наиболее важный способ профилактики туберкулеза. И, конечно, дети в первые свои 7-10 лет жизни, пока у них формируется иммунитет, мы им проводим вакцинацию с целью прежде всего обеспечить профилактику тяжелых форм туберкулеза. Это и миллиардный туберкулез, и туберкулез нервной системы, генерализованный туберкулез. И она позволяет все-таки уменьшить риск заболевания туберкулезом. И до сих пор остается очень важным моментом. Александр Сергеевич, ну а как Вы реагируете на заявление родителей об отказе от прививок? Потому что явление тоже распространенное и в определенной степени модное. Не прививать детей, особенно таких маленьких. Я считаю, что я вообще лично реагирую очень негативно. Прежде всего, как врач и как отец, потому что это действительно мера очень важна для ребенка. И я считаю, что те родители, которые на это решаются, они подвергают очень серьезному риску своего ребенка. Все-таки заболеть, инфицироваться. Здесь получается, что риск заболеть потом у ребенка возрастает. И получается, что это в конечном итоге все за наш счет. То есть мы просто подрываем невосприимчивость в обществе в целом, увеличивая количество непривитых детей. А я думаю, что детей, больных туберкулезом Вы видели. Да. И это такой повод серьезно задуматься. А человеке, который болен туберкулезом или чахоткой, как раньше его называли, мы имеем такое представление, как правило, из фильмов, что он очень худой, бледный, с лихорадочным блеском в глазах, с нездоровым румянцем и кашляет кровью. А в реальности, конечно, наверное, дело обстоит не совсем так. И человек узнает о том, что он болен, только когда ему об этом сообщают врачи. А что должно быть таким поводом задуматься, что что-то со здоровьем серьезно не так? Ну, на сегодняшний день, если у нас существуют так называемые симптомы, которые могут позволить подумать о том, что что-то не так. Опять же, это резкая потеря веса, это слабость, это субфибрильная температура тела, что имеется в виду, это где-то 37-37,3, это снижение аппетита, работоспособности, ночная потливость, эти симптомы, в том числе и кровохарканье, появление. Это, ну, скажем так, кашель более трех недель. Это, значит, должно наводить на мысль, что-то значит у меня не так. Поэтому в этой ситуации нужно обязательно обратиться к врачу, и уже врач решит, по какой программе обследования пойдет дальше пациент. Но встречаются случаи, когда мы на фоне полного здоровья, такое бывает, при выполнении рентген-фтерографического обследования находим изменения в легких, которые потом подтверждаются как туберкулез. Такое тоже встречается. Поэтому иногда говорят, что туберкулез – это такая болезнь, которая может выявиться на снимке. Поэтому и мы, еще раз повторюсь, о значимости рентген-фтерографического обследования. Это неформальность. Это может спасти вам жизнь. Это обязательно и необходимо делать. Спасибо, Александр Сергеевич. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе и нам все вместе посмотреть сюжет. Так сложилось исторически, что жители Гомельского региона туберкулезом болеют чаще представителей других областей. А поэтому об этом заболевании можно услышать массу страшных историй. Нельзя сказать, что опасения людей не имеют под собой абсолютно никаких оснований. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня на земле микобактериями туберкулеза инфицировано более 2 миллиардов человек. При этом каждые десятые инфицированные заболевают. Другое дело, что и современная медицина борется с этим заболеванием все более эффективно. Сейчас в областной туберкулезной больнице работает оборудование нового поколения, позволяющее поставить диагноз буквально в считанные часы. Данный метод позволяет обнаружить возбудителя в мокроте в течение уже двух часов. Он позволяет не только возбудителя обнаружить, но и чувствительность определить к противотуберкулезным препаратам, в частности к рифампицину. И поэтому можно быстро и адекватно назначить схему лечения. Раньше для того, чтобы обнаружить возбудителя, уходило около двух с половиной месяцев. Впрочем, от старого метода в областной туберкулезной больнице тоже не отказались. Во всяком случае, пока. Тем более, что по стоимости он, во-первых, значительно дешевле, а во-вторых, позволяет получить больше информации о выявленном заболевании. А это уже возможность при необходимости скорректировать курс лечения. Туберкулез заболевания коварные, на классические лекарства часто просто не реагирующие. Многие пациенты сейчас заражаются, инфицируются лекарственно устойчивой формой туберкулеза. То есть уже изначально они имеют лекарственно устойчивый туберкулез. И для того, чтобы правильно и грамотно надо начать лечение, необходимо определить, каким конкретно препаратом у них устойчивость. И отсюда уже подобрать ту схему лечения, которая подходит данному пациенту. Учитывая коварность туберкулеза, сегодня в Беларуси создан единый государственный регистр больных. Посторонний человек эти данные никогда не увидит. Зато медик любого специализированного учреждения теперь может без лишних проблем ознакомиться с необходимой информацией и назначить наиболее эффективное лечение. Кстати, в некоторых случаях месячный курс стоит до 3000 долларов. Хотя активное участие в лечении больных туберкулезом сегодня принимает не только государственный бюджет. Это особо опасная зона, куда вход посторонним категорически запрещен. Для журналистов телерадиокомпании «Гомель» сделали исключение, хотя и предусмотрели все возможные меры безопасности. В этих палатах больные проводят по несколько месяцев, причем достаточно значительную часть времени в специальных масках. Четыре года назад здесь сделали капитальный ремонт с привлечением средств в глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Главное изменение – установка специальной принудительной вентиляции, полностью меняющей инфицированный воздух в палате через каждые 10 минут. Вентиляция работает круглосуточно. На служебной зоне она может выключаться в ночное время, а на зоне, где находятся пациенты в палатах, она работает круглосуточно. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Александр Сергеевич Ширяев. Конечно, изменения с тех пор, как строилось, обустраивалась больница, произошли колоссальные. В вашей сфере деятельности какие у вас планы по дальнейшей модернизации и переоборудованию? – Вы знаете, вот хотелось бы еще сегодня о чем поговорить. У нас в этом году больнице исполняется 85 лет. И вы знаете, очень много хотелось бы еще сделать и сохранить то, что уже сделано, и что было сделано предыдущими моими коллегами. Потому что, чтобы она существовала в таком вот виде, в котором есть, очень приложены большие усилия. И со стороны органов власти спасибо очень большое Гомельскому областному исполнительному комитету за то внимание и финансирование, которое регулярно и оно и сейчас имеется. И благодаря этому вот у нас продолжается на территории больницы капитальный ремонт лечебного корпуса номер один, где у нас расположены отделения пульмонологии, отделения аллергологии, будут расположены после ремонта. Там будет обновленное приемное отделение. У нас после ремонта будет открыт, после окончательного ремонта, обновленный спортзал с тренажерным залом, зал ЛФК для пациентов и ингаляторий, лазеротерапия. То есть вот это очень хотелось бы, конечно, закончить, потому что этого все ждут. Этого ждут и пациенты наши уважаемые, которые там будут проходить лечение, и, конечно же, медперсонал. Мы будем продолжать деятельность и продолжать работы по приведению, вот как показали в сюжете, в соответствии с инфекционным контролем, другие отделения, что мы и делаем регулярно. Это позволяет, прежде всего, обеспечить, скажем так, инфекционный контроль и предупредить заражение пациентов и медработников туберкулезом в том числе. Ну и у нас еще есть в городе Добруш больница, которая не есть, а проводится реконструкция больницы и отделения принудительного лечения, где будут находиться пациенты, опять же, по решению суда для проведения принудительного лечения с туберкулезом. Поэтому планы большие, и я надеюсь, что они сбудутся, и больница в дальнейшем будет функционировать эффективно. Должна еще эффективнее, чем это происходит сейчас. Александр Сергеевич, насколько доступны гомельским врачам самые современные методы в борьбе с этим заболеванием? На сегодняшний день в городе Гомель, Гомельская область, обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием для диагностики туберкулезной инфекции. Это такое же оборудование, которое используется в европейских странах? Да, однозначно. У нас на сегодняшний день есть и компьютерная томография, и магниторезонансная, и у нас есть бронхоскопия, видеотуракоскопические стойки. У нас имеется оборудование для того, чтобы обнаружить, проще говоря, туберкулезную палочку, как сегодня озвучено было, в течение двух с половиной часов, а не ждать, пока она появится в течение три месяца. И это так называемые аппараты для обнаружения ДНК, то есть генома, генотипа туберкулезной палочки. Они установлены в городе Гомеле, в нашей больнице, в Светлогорске, в Мозове. То есть на сегодняшний день мы вооружены. И что самое главное, у нас есть все виды и группы препаратов для лечения всех форм туберкулеза на сегодняшний день. А вот появление и распространение лекарственно устойчивого туберкулеза, это результат распространения антибиотиков и нашего такого повального их потребления? Дело в том, что появление лекарственно устойчивого туберкулеза, в том числе, было следствием назначения лечения по, скажем так, неподтвержденным данным. Что имеется в виду? Мы получили соответствующее оборудование, и мы теперь можем знать, какой препарат непосредственно действует на эту туберкулезную палочку. Ранее мы лечили туберкулез по стандартизированным схемам, утвержденным. Поэтому, конечно же, это привело к тому, что в соответствии потом уже, когда мы начали обследовать пациентов непосредственно на необходимом оборудовании, мы выявили, что у нас очень много туберкулезной палочки, которая устойчива к тем препаратам, которые мы пользовали ранее. Но они, опять же, не утратили своего значения. Они не утратили пока своего значения. Они просто используются в меньшей степени для лекарственно-чувствительного туберкулеза. То есть сразу вы, получив пациента, проверяете чувствительность его палочки к антибиотикам существующим? И это происходит индивидуально в каждом случае для каждого человека? Конечно, индивидуально. Какой-то единой схемы лечения для формы? Существует, конечно, стандартизированная схема лечения, но эффективность лечения пациента заключается в том, что он должен получить ту схему, которая непосредственно под его возбудитель и модель лекарственной устойчивости. Это позволяет в ранние сроки обеспечить и в том числе и обоцелирование, то есть когда идет мокрота уже без выделения туберкулезной палочки, ну и эффективность его лечения, потому что лечение, к сожалению, лекарственной устойчивой формы туберкулеза до двух лет, 24 месяца. Это длительное лечение. Конечно, врач всегда думает о том, что будет благом для пациента. Но вы, как еще руководитель этого учреждения, наверняка ведь думаете о том, во сколько все это обойдется. А лекарственно устойчивые формы – это, соответственно, антибиотики последнего поколения, которые на порядок дороже. И тратить 3000 условных единиц на лечение одного человека, который у вас может месяцами находиться в учреждении, ну это какие-то заоблачные суммы получаются. – Я даже скажу больше. 3000 – это малая сумма. У нас средний койко-день, стоимость одного среднего койко-дня по стационару за 2016 год составила 54 белорусских деноминированных рубля. И если умножить это на 12 месяцев и на 2 года, то в итоге получается сумма не 3000, а в 3,5-4 раза дороже. И, значит, курс лечения самыми современными препаратами лекарственно устойчивого туберкулеза, широкой лекарственной устойчивости, составляет 20 тысяч долларов в среднем. Поэтому, если сравнивать, что курс лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза, стоимость препаратов порядка 70-100 долларов на курс лечения, а это в разы, в десятки раз больше. – Ну вот что значит бесплатная медицина, да? Она бесплатная для пациента, для государства – это колоссальные средства. – Это очень тяжелая финансовая нагрузка для государства. – И, конечно же, при этом еще и переоборудовать больницу, которая 85 лет назад была построена, где, конечно же, не предусмотрены были современные технологии, тогда совершенно иные были стандарты и правила. Теперь понятно, какая нагрузка ложится. – Но это того стоит. Это того стоит, поверьте. И действительно, те показатели, которые на сегодняшний день в Гомельской области и в Республике Беларусь позволили даже уважаемому Василию Ивановичу Жаркову озвучить, что туберкулез у нас фактически побежден. Такое было. И я его очень поддерживаю в этом плане. Мы действительно, государство имеет приверженность к этому очень высокую, победить эту проблему на территории Республики Беларусь. – А победить эту проблему невозможно, если не будут вместе с Вами на одной стороне сражаться потенциальные пациенты, коими мы являемся все без исключения. И я, и Вы, Александр Сергеевич. Поэтому все мы должны в первую очередь о себе сами заботиться. – Символ сегодняшнего дня, 24 марта, дня борьбы с туберкулезом – это белая ромашка. Насколько эффективны мероприятия, которые проходят в этот день? Насколько они для Вас полезны? – Они очень полезны, прежде всего, для населения нашего города и полезны для нас. Важно отметить взаимодействие с представителями Белорусского общества Красного Креста, которые активно принимают участие в этом мероприятии, волонтеры. И вот в этом совместном взаимодействии мы тоже имеем очень хорошие результаты. В частности, по сегодняшнему мероприятию, можно сказать, что было обследовано около 100 человек за период с 10 часов до 14.00, это вот по кинотеатру «Мир». И были выявлены у двух человек изменения в легких, которые пока назвать туберкулезом нельзя, но они все равно были выявлены. Поэтому, видите, мы все равно обнаружили у людей изменения, которые потом, при обращении к врачу, мы уже дальше будем обследовать и решать вопрос, что с этим пациентом. Я бы хотел еще сказать о том, что в этой ситуации и вообще при обследовании «Пульмоскан», «Пульмоэкспресс» мы же с вами находим не только туберкулез, а мы можем и найти онкологические заболевания, изменения легких, которые могут являться онкологическими причинами. Поэтому это очень важно. И вообще население очень любит эти мероприятия и ежегодно просит нас, чтобы мы даже, может быть, не раз в год, а несколько раз в год их проводили. Конечно. Чем отсидеть очередь в поликлинике огромную, так здесь, наверное, это удобнее пройти. Да. Ну, в конце концов, это благо всеобщее. Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что нужно делать для того, чтобы, конечно, зарекаться не нужно, но чтобы снизить, минимизировать риск заболеть туберкулезом? Ну, прежде всего, конечно, я поддерживаю наших гомельчан, нужно вести здоровый образ жизни. Конечно, это режим труда и отдыха, это полноценное питание, это, опять же, культура, опять же, кашля, это, естественно, этикет кашля. Свои помещения, где мы проживаем, нужно проветривать. И вообще, я считаю, что надо проходить ежегодную диспансеризацию, потому что это позволяет не только, скажем так, предотвратить туберкулез, но и предотвратить другие болезни, что немаловажно. Ну, если уже есть, появились симптомы заболевания, которые я назвал, надо обратиться к врачу. Ну, дай бог, чтобы ничего такого мы у себя не замечали. Спасибо вам огромное за сегодняшний диалог. Спасибо большое, спасибо. Главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Александр Ширяев был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова